всем привет это ночное включение на канале мистер вафл и у нас сейчас смешение двух тем потому что мы хотели разыграть субару и мы искали субару и тут бац нам на мерс предложили обмен на субару все сходится поэтому мы сейчас едем на этом торгладите меняться на субару и если все будет нормально то поменяемся и завтра с утра покажу что за субарик именно этот субарик мы разыграем в марте месяца сделаем его под стиль нитфоспит подсветочка яркий винил что-нибудь вроде этого там показывают по быстренько в мэрсе по собару понятное дело что пороги не за дверей все равно делать это дело просто и полая резина точно меня это устраивает плюс еще бампера вырывать так что переварим пороги сделаем крутую расцветку огонь кишем до сюда меня устраивает ты понимаешь наш схему мы купили перегнали и поставили все я тебе ну все что вот мы на нем проехали пневмо даже морозы были он стоял три недели за три недели задний левый баллон чуть-чуть так а у них этот морозы но это в морозе но это не в морозе то я знаю на разобьем в лице классная пара резины хорошая пара говно там это динамика это просто чтобы ты понимал то есть ну надо понимать что мы говно меняем на другое говно и типа мы меняемся и друг другу и претензий потому что ну по крайней за свою стоимость я отвечаю то что я не знаю я то есть все может быть потому что ну крен его знает могу газа лучше что-нибудь посмотрите чё я за ней компрессию на камеру обез рабочий обез рабочий сервый газа не еще раз чтобы со щупы посмотреть именно с пучок лапанка тебе беднее меня на я просто вижу то что вот она прямо отсюда идет то есть если там дальше картер магнитола нету Решили мы меняться. Сейчас меняемся аккумуляторами, как и договаривались. Чувак писал, что поменяемся аккумулятором, что у него новый. Вот у нас какой-то такой был в гараже. Сейчас с бустера его закурим, и я думаю, что барик заведется. А это доп. провод сигналка, да, под клеммой здесь? Сколько ты на ней ездишь? Месяцев? Ну да. Месяца 3-4. Ну, по крайней мере, еще проблема, чтобы вот запоить, минимум. Хотя вроде бы и перед ними. Слушай, я на мустанге полгода без номеров езжу. Нормально. Я так смело и говорю, потому что меня смотрят гаишники, я знаю, ребята, привет. Просто я такой смелый, потому что я мустанг продаю, через неделю типа, ну и ладно. В случае нового владельца. О, появилось все. Нейтралка. 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 Не-не, просто чтобы не заглохло на этом аккумуляторе. Но аккумулятор просто в трава, понимаешь? Давай этот достанем. А ты уже скинул. Что, достанешь его? Ну, я посвечу и снимаю. Давай, уже ты хоть так достанешь. Нормально, так челленджи мне еще устроить. Надержи. Ох! Блин, мне на сотки везет в последнее время. Ох! Это ты новый, да, купил? У тебя новый аккумулятор? Да, это новый. Так там и резиночки. Плюс, там же обратная полярность не покупаете. Нет, все на дальний плюс, все нормально. Да, закрывай. Тут лампочка топлива есть, горит? Да, она все работает. Это отдельно тоже, кстати. Илюхи обещал, что если он поменяет Мерс на Субару, то я его свожу в ресторан у Гран Кафе. И прикиньте, этот умудрился поменять Мерса на Субару. Я просто Илюхе пообещал вчера. Говорю, Илюха, если ты поменяешь Мерса на Субару, то просто дурочка лятнул. Говорю, я тебя веду завтра в ресторан. А, кстати, дорогой ресторан. Какого хрена он нашел Субару на Мерседес поменять? Объясните мне. Это номер телефона чувака посещается. А ты мне скидывал его? Я тебе скидывал фотку, да. А, меня сейчас Майк берет. Короче, как, обещайте, как вот это сделало. Я думаю, просто дурочка лятнул. Сейчас иди в ресторан еще, проставляйся. Так, смотри, я хочу, чтобы для понимания, еще раз, чтобы вы понимали, мы меняем говно на говно, и у нас никому друг к другу претензий нет. Ну, просто, понимаешь, просто есть люди, которые такие, ааа, у тебя колесо спускает, тут еще масло течет где-то. Просто я раньше, как ты делал, знаешь, как вы делаете, говно на говно, начинал с машины, знаешь, жига вот этого. Ну, просто, чтобы, ну, чтобы было просто понимание, ну, что мы... Это я знаю, что понимаю. Ну, все. Страховка тоже есть. Тамара. Есть ключи даже. Ничего себе. Все тогда, адьес. Уф, счастлив. Уф. Нормально. Ключи пошел. Счастливой дороги. Ну, да. Ладно, не вазя не железо, парень. Адьес, но... Поехали. Более подробно покажу вам уже завтра утром. Ну, что, ребятки, привет! Следующий день я езжу на Subaru. Сегодня реально довольный. Просто вернулся туда давным-давно в детстве, когда у папы был когда-то Nissan Sani. Это старенький такой вот... Уф. GDM, скажем, дешевый. И вот реально атмосфера вот той старой машины. У меня даже был Nissan Sani. Я уже в Минск приехал. Я почти два года отъездил на Nissan Sani за 500 баксов. То есть, реально... Аж настроение. С утра остался с таким желанием, типа, быстрей-быстрей, где моя игрушка? Сегодня сяду на ней и поеду. Круто! Это легенькая машина вообще в управлении. Есть технический момент. Еще некоторые выскочили. Там переднее правое колесо не тормозит машину, стягивает. Ну, и все, наверное, вроде. Пока сильно ничего не обнаружил. А, и генератор слабо заряжает. Потому что... Потому что... Что потому что? Потому что слабо заряжает. Менял сегодня аккумулятор с утра. Уже вкинул новый. Поехал на нее. Потому что, помните, мы поменялись. А тот был вообще дохлый, который я в нее вставлял. И мне сказали, что гена слабо заряжает. Так что генератор еще переберем к ней. И все, наверное. Короче, сейчас едем в Дуберман. Более подробно узнаем технически какие у нее косяки. А уже в следующей серии про Subaru, которую мы разыграем в марте месяце. Поедем на покатушки. Попробуем. Что это такое? Полный привод на 1.6. А, да. Двигатель 1.6. Она, типа, в обвесе VRX. Но она 1.6 просто без турбины. И... И... И полный привод. Супер. Надежный конфиг. Да, не топ. Не спорю, господа. Но пока и я не топ. Так что... Все придется временем. Перед Дуберман сервисом заехал к господину РКС авто. Ну, смотри, что я тачку. Посмотрите, что он натворил. Сдал бы он убил бампер мне уже. Просто... Не, ну она реально вот вообще вот с метра просто царски смотрится. Что ты ржешь, а? Сюда поставим лавку и будет вообще валить. Здесь. Короче, полный привод. Все делишки. Зачем саморезы? Ну, чтобы был не хомут, а солидный. А, ну да. Саморез лучше, чем хомут. Саморез солидный. И самое интересное... Может, на полном серьезе, что там будет саморез, а не хомут. Мне прикалывает, когда старую машину... И они такие говорят... А что вы на оригинальные клипсы не поставили? А толщиномером тебе это играл? Нет. А, вот, по этой Subaru. Мне чувак написал в личку, типа, эта Subaru была у моего друга, она была битая в борду. И я такой... Битая! Все, битая, ребята. В Беларуси 98% машин битых. Так что расслабьтесь. Все битая. Короче, все. Едем в Дуберман, посмотрим техничку. Кузов мы обсудили. Вова, как тебе тачка? А я еще пока не могу ничего сказать. Я в шоке. Типа, какого фига ты на Subaru ко мне приперся? Вон отсюда. Это обалдеть, блин. Вы меня, конечно, сломали. Это... А как так получилось? Что случилось? Посмотрите видос на ютубе, узнаете. В какой бокс мне заезжать? Здорово! Несу руки, а то съест тебя! Я не думаю, что это дороже, чем BMW. Так, пацаны, вы мне не нравитесь. В какой бокс? В какой бокс? Бабушник тебе нравится? В какой бокс заезжать? Так, подождите. Вы же вроде автослесаря, а не дворники. Я не понял. Как-то не дворники. Это детство я играл. Я кораблики пускаю. Кораблики. О, гриби! Я грибу, что эта монета повернулась немножко. Не, просто мир изменился. Сегодня вы дворники, а я субарист. Смотрите, мы все гнулись, получается. Короче, ладно. Тачку уже начали осматривать. Сейчас выкатят списочек, я вам расскажу, что с ней. Даже номера покроются. Е-Е. Тони, прикинь, даже твои конкуренты. Косвенные, но у вас типа одинаковый бизнес. Блин, мы просто, Тони, ты вот. Фишка. Вообще молодец. Просто. Я просто обалдею. Я стал твоим кумиром. Короче, чтобы вы понимали, Тони уже, наверное, в третьем моем видосе. Мы говорим про Тони, какой он крутой дрифтир. Как он там в Сочи всех просто. Джохана шпохана. Вы смотрите на этих 2 маленьких обезьян вредных, которые ходят и обсирают машину. Вова, почему с соседнего бокса они отзываются? Вова, почему с соседнего бокса отзываются? Вова, почему с соседнего бокса не отзываются? Ещё одна пришла. Ребята, а если я принадлежусь на Хюндай, что вы будете делать? Вы будете мычать здесь или что? Катя, ты не присоединишься к нам? Она не из этой песочной. Дай обмоку тебя повынимать. Все, прекращайте, давайте машину смотреть. Я сегодня пресс качал, пресс болит, ржать уже просто. Резина хорошая. В лес едем на следующей неделе. В лес? До покраски. Зачем мы это делаем? Мы сейчас составляем список проблем, я еду в лес, а потом мы продолжаем список проблем. Да. Я с этим автоматом всем боюсь. Твою шизюль. Горникопада третий. Я, короче, дергаю, тут просто бардачок какой-то открывается. Нет, нет, там низ не есть, нормально. Нет, не работает. Да все равно будет. Что он сломал? Это не я. Я так сам даже ни разу еще не делал. Может мне надо? Так, короче, наш видос подходит к концу. Вот у меня тут списочек по этой реалии. Пацаны там стоят и уграют, они просто не любят Субару. Писочек, покажи. Перекличка обезьян. Это просто была у нас недавно. Ладно, потачки. Сайлентблоки передние левый правый. Сайлентблоки задние левый правый. Пыльник амортизатор левый правый. Отбойник амортизатор левый правый. Сайлентблоки рычаги продольного, подшипники ступицы жопа. Ну, в смысле, задняя часть. Передние тормозные колодки и диски. передняя тормозная трубка а передняя тормозная а трубка две штуки шланги задние тормозные шланги и тут еще глушак от скрываем там видели да вообще по каличному сделан разумеется далее пыльник пыльник заднего подрамника пыльник а рулевые рейки и светлойки заднего подрамника и ток не знаю сколько денег я не знаю и закрепить динамики и закрепить динамики короче в следующем видосе буду забирать тачку у пацанов и скажу сколько я дал снова денег заниматься маляркой под конец видоса вечер этого же дня понимаете ли наш разговор с уже был правдой и это наглая рожа жрет за мой счет в гранд-кафе вкусно тебе до смотри не вот ладно будем хавать не на и ты с нами еще тут любитесь это ко мне календарь все все дел все с